Привет, друзья! Еду в зал, знакомиться с новой ученицей, сам тренироваться и отвечаю на ваш вопрос. Сегодня интересная тема – это спортивное сердце. Что это такое все-таки? Полезная физиологическая адаптация организма на нагрузку или все-таки потенциально опасные патологические изменения? Почему я задаю этот вопрос? Точнее, почему я ставлю этот вопрос именно так? Все очень просто, друзья, потому что даже медики, даже спортивная медицина до сих пор не может конкретно ответить на поставленный вопрос. И медики между собой дискутируют, спорят, что же это такое. Хотя термину этому «спортивное сердце» уже лет сто, как минимум. Ну так что, давайте разбираться. Вопрос от девушки пришел. Звучит он следующим образом. Ходила она на медосмотр и у нее обнаружили гипертрофию левого желудочка. И врач, естественно, так на нее посмотрел, спросил, занимается ли она спортом. После получения утвердительного ответа, так, помахал головой, что типа, ваш спорт вас калечит. Ну давайте разбираться, действительно, что это такое, насколько это опасно. Потому что она задает вопрос, что ей делать, опасно ли это, нужно ли вообще что-то предпринимать. Как тренироваться, исключать что-то, не исключать. Предупреждаю сразу, все, что я сегодня буду говорить на эту тему, является исключительно моим субъективным подходом. Который берется на основании большого теоретического опыта, знаний, надеюсь, и пониманий. И, что самое главное, на моем практическом опыте. Это то, что касается выносливости. Ведь до сих пор многие глупцы думают, что тренировка сердца – это тренировка выносливости. Это полнейшая чушь, которую опровергли уже тысячу раз. И самое главное, опроверг изобретатель, так сказать, можно вообще, кардионагрузки, который утверждал, что бегать, тренировать сердце – это очень полезно. И в возрасте, там, 50 с чем-то лет умер от сердечных проблем. Что мы знаем точно с вами, друзья, о сердце? Что оно постоянно работает, что оно не закисляется, не устает, не отдыхает. Самое главное, как говорят, мышца нашего организма. Так и есть, по сути. Это насос. Насос, который снабжает кровью весь организм. Получая питательные вещества с кровью, организм наш живет, развивается, клетки наши обновляются. Но это не касается, как вы знаете, позвонков. Позвонки питаются за счет диффузии. А это отдельная тема. Так вот, левый желудочек – это та полость сердца, которая непосредственно выбрасывает кровь в аорту. Снабжая именно весь организм целиком этой кровью. Нужно понимать, о чем многие не знают, что существует два вида гипертрофии. Один считается опасным, другой считается менее опасным. Но до сих пор все это только теории. Какой первый вид гипертрофии? Это увеличение стенок самой мышцы. Чаще всего это и происходит. И есть еще увеличение самой полости сердца. Это с точки зрения спорта полезно. Почему? Потому что, когда мы с вами тренируемся, если брать бодибилдеров, увеличивается мышечная масса. Если брать нормальный, адекватный спор, то это увеличение постоянных нагрузок, работоспособности. Естественно, необходимость снабжения кислородом организма. В большей степени, нежели человек, который не ведет активный физический образ жизни. Чем интенсивнее ваши тренировки, тем понятнее, что нужно больше крови организму. Что делать? Поднимать частоту сердечно-сокращений? Это не выход. Хотя на первых порах происходит это. И поэтому организм, непосредственно само сердце, отвечает такой вот физиологической адаптацией или патологией. Увеличивая полость левого желудочка. Вы понимаете, да? За счет того, что увеличивается полость, больше крови накапливается в этой полости. И естественно, больший объем крови выбрасывается в организм. И клетки получают больше крови. При этом у хорошо грамотно тренированных спортсменов частота сердечно-сокращений, наоборот, понижается. И даже в покое у многих спортсменов она настолько снижена, что не составляет даже 40 ударов в минуту. А вы знаете, да? Норма там 60. Если говорить конкретно по видам спорта, то у циклических спортсменов, кто занимается циклическими видами спорта, больше развита такая гипертрофия. Если говорить о боксе, хоккее, футболе, у них чуть менее выражено. И самая маленькая гипертрофия сердечной мышцы у скоростно-силовых видов спорта. Естественно, если это не сумасшедший кроссфит, который сейчас пропагандируется пропагандонами везде. На самом деле, если заниматься кроссфитом, но между каждым подходом, между каждым упражнением достаточно времени отдыхать, то это полезно. Но не та сумасшедшая гонка, которая устраивается при неправильной технике в 90% случаев. Я не говорю вам, друзья, что везде и поголовно люди неправильно занимаются кроссфитом. Мне пишут, что есть действительно очень грамотные специалисты, грамотные залы, где технику сначала преподносят, преподносят ее довольно-таки продолжительное время, за что огромный респект. Там действительно может иметь место быть оздоровлением. Но то, что в основном везде происходит, это не здоровье. Потому что происходит как раз-таки утолщение стенок. В первую очередь. Если это происходит хотя бы совместно с увеличением полости, это еще одно. Почему мы говорим именно вот в таком ключе? Не забывайте, что для сердца важно не только, ну не для сердца, для нашего здоровья, жизнедеятельности. Когда мы говорим, что сердце снабжает организм кровью, к сердцу по коронарным сосудам тоже приходит кровь. И это очень важно. Сердцу тоже нужна кровь. Когда мы с вами обоснованно, а особенно необоснованно повышаем интенсивность тренировок на уровне тупости, то не успевает кровеносная система подстраиваться под этот ритм. А почему я говорю о кровеносной системе? Потому что когда мы с вами повышаем грамотно, постепенно тренер, или мы сами составляем себе график повышения интенсивности, который идет очень плавно, составляется с точки зрения физиологии, анатомии, функциональных возможностей восстановления, тогда кровеносная система успевает, и нарастают новые капилляры, которые, в свою очередь, снабжают новые миофибрилы. А вот почему, задумайтесь, 36% молодых спортсменов умирают именно из-за сердечных проблем, связанных с увеличением стенок левого желудочка. Это статистика, которую вы можете посмотреть, она открыта. 36%, друзья. Это говорит о том, что нельзя бездумно, резко повышать ради спортивных достижений интенсивность. Сейчас речь идет о том, есть исследования, последние десятилетия проводятся, что сама гипертрофия ИЛ, ИТ обусловлена в большей степени генетически. И якобы можно уже на раннем этапе выявлять тех спортсменов, тех подростков, которые будут более подходить под тот или иной вид спорта. Но опять-таки это все равно еще пока практически в зачаточном состоянии, неизвестно когда будет. Вы все знаете и слышали, что такое инфаркт. Почему он происходит? Происходит он как раз-таки вот по этой причине. Если вы резко набираете массу тела, причем неважно мышечную или жировую, если вы бездумно повышаете свою интенсивность, не то что повышаете, а постоянно просто убиваете свой организм, безсистемно, только пиляры не успевают нарастать, мышечные клетки не получают питательных веществ, а вот эти ультрапитательные вещества, которые просто необходимы для того, чтобы клетка развивалась, жила, клетка просто отмирает. И не так было бы все страшно, но клетки сердца, отмирая, образуют рубцы, которые заменяются соединительной тканью. И когда этот процесс накапливается, происходит инфаркт. Кстати, если отмирает резко большое число клеток, то наступает смерть. Вот почему здоровые на вид молодые спортсмены в расцвете сил на пике карьеры умирают просто падая, как подкошенные. Также есть исследование, по-моему, 2000 года на детях, подчеркиваю, на детях, не на подростках, когда их сердце уже через 6-7 месяцев после неадекватных физических нагрузок претерпевает вот такие патологические изменения. Здесь я уже конкретно буду говорить патология, потому что все-таки физиологические изменения сердца, физиологические адаптации сердечной мышцы под ту нагрузку, адекватную нагрузку, которую мы даем себе, это одно. Об этом всегда нужно помнить, когда вы думаете, куда отдать своего ребенка. Лучше всего, конечно, это мать всех спортивных наук, гимнастика. Из гимнастики универсальные солдаты получаются. Он потом у вас сможет проявить себя где угодно, как угодно. И, естественно, при этом, получив огромное количество полезных навыков, знаний, если, конечно, попадет к грамотному специалисту, а не к какому-то профану. Но за это я меньше переживаю, чем если вы отдадите его в так называемый фитнес. Фитнес сейчас это клака, извините за выражение. Это помойка, куда сбрасывается бизнес, фитнес-индустрия и весь шлаг, направленный только на то, чтобы выколачивать из нас с вами деньги. Кстати, о чудо! Левый руль вдруг встал сразу, да? Для тех, кто спрашивает меня, почему у меня руль то правый, то левый. Телефон, на какую камеру снимаешь, так он и показывает. Что еще очень важно знать о артериальном давлении? Да, все мы знаем, что это показатель нашего здоровья. Особенно, если вы тренирующийся спортсмен. Не спортсмен, даже если вы просто тренируетесь. Тренирующийся человек, правильнее будет сказать. Очень важно отслеживать свое кровяное давление. Я не буду говорить сейчас усредненные нормы, все их вы и так прекрасно знаете. Вы должны знать свое хорошее постоянное артериальное давление. У всех оно будет немножечко разным. Так вот, любое изменение давления в любую сторону говорит о том, что вы перебарщиваете с тренировками. Либо не высыпаетесь. В общем, говорит о том, друзья, что у вас проблемы, которые необходимо срочно-срочно выявлять и устранять. Естественно, если вы хотите дальше прогрессировать. Потому что это первый звонок, что вам грозит перетренированность. Перетренированность, которая может перейти в синдром хронической усталости. И выйти из этого, поверьте, очень и очень сложно. У меня был такой период, когда я работал на конвейере, тренировался каждый день после этого. Ел, спал, правда, больше ничего не делал. Но все равно, у меня развился такой синдром хронической усталости. А тогда врачи еще вообще об этом не знали. Думали, что люди такие, как я, просто не хотим работать. Ну, доля правды в этом есть. Но реально, друзья, этот синдром очень страшный. Просыпаешься утром, а как будто не спал, как будто пахал всю ночь. Никому не пожелаю такого. Представьте серьезное заболевание гриппом, к примеру, в острой форме, когда вам ломит все тело, температура. Вот синдром хронической усталости и перетренированность – это такое же состояние, только постоянное. Выйти из него, повторяю, очень сложно. Поэтому всегда, друзья, если вы даже надумаете делать статику, подумайте, как снизить риски повышения артериального давления. Каждое утро, просыпаясь, не вставая с кровати, замеряйте свое давление, свой пульс. И только с помощью этого приема, простого очень, вы сможете диагностировать у себя любые первые зачатки перетренированности, недовосстановления, чтобы грамотный человек понимает, насколько это важно. И еще один очень важный момент, почему-то об этом очень мало кто говорит. Когда вы тренируетесь с отягощениями, физиологически, грамотно, с точки зрения физической культуры, с точки зрения лечебной физкультуры, даже если хотите, с другими словами, когда мы не тренируемся на результат, не занимаемся спортом. После работы с отягощениями давление нормализуется. И обратите внимание, друзья, нормализуется оно у всех. Если у вас низкое давление, то оно повысится. Если у вас высокое давление, оно опустится. Занятие с отягощением – это лучшее лекарство, как вы видите, и в борьбе с давлением. И обращаю ваше внимание еще раз, неважно, какое у вас давление, начните с занятий отягощениями, очень легкими, дозированными, лимитированными. И вы будете всегда, всегда здоровы. Давление у вас будет нормализовываться, приходить к усредненным нормам. И, естественно, это будет сказываться на вашем здоровье. Что я хочу сказать? Не пугайтесь, друзья. На самом деле, уже через год, чем бы вы ни занимались, какой бы физической активностью вы ни занимались на регулярной основе, сердце наше начинает адаптироваться. И его не нужно тренировать отдельно. Это только нужно там 2% спортсменам определенных циклических видов спорта. И то не всем. Нет в этом ничего страшного. Единственное, повторяюсь, если вы занимаетесь чем-то подобным, типа кроссфиту, то вы в любом случае убиваете свое сердце. Если только не даете себе достаточно времени отдыха на то, чтобы именно восстанавливаться между подходами, между упражнениями. Отнеситесь к этому очень серьезно. Ведь за 30 лет времени, которое я занимаюсь, изучаю всем этим без перерыва, ни один человек, который на всем протяжении моей вот этой спортивной жизни начинал со мной, не остался. Все прекращают. И вы, 99,9%, которые смотрите сейчас или будете смотреть потом на YouTube-канале этот ролик, тоже не будете заниматься всю жизнь. К сожалению, к великому сожалению. А гипертрофия сердечной мышцы не имеет обратной стороны. То есть обратного хода нет. Вы уже не сможете никак не вылечиться. Да, кстати, еще хочу сказать. Мы говорим, естественно, о здоровых людях. Потому что гипертрофия левого желудочка может быть вызвана и рядом заболеваний, рядом патологий. Это совершенно другая тема. Мы сейчас с вами разговариваем чисто только о здоровых людях. Поэтому, друзья, занимайтесь себе силовым видом нагрузки. Тренажерный зал со штангой и гантелями – это лучшее, что может быть. Сердце будет успевать само адаптироваться, именно физиологически адаптироваться под ваши нагрузки. Не будет патологических изменений. Если грамотно заниматься, можно заниматься этим всю жизнь. Два-три раза посещать тренажерный зал – это удовольствие. Приучайте к этому себя, свою семью. А представьте, если вы с дуру пошли на кроссфит, пусть даже отзанимались там год, что бывает редко. А в кроссфите у вас уже через 6-7 месяцев будет сильнейшее изменение, патологические изменения в сердце. Хорошо, если вы будете продолжать это делать всегда и постоянно. Да, это вам будет как физиологическая необходимость. Но кто, скажите, друзья, из вас будет это делать на постоянной основе? Таких больных людей, как я, нет. Социум, жизнь заставляет людей, заставляет находить якобы более важные моменты. Воспитание детей, учеба, работа. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, друзья, не переживаем по поводу сердца, не пытаемся его как-то отдельно тренировать. Если вы здравомыслящий, грамотный человек, который подходит ко всему в первую очередь с точки зрения сохранения и улучшения здоровья, вы в любом случае как раз-таки и будете получать пользу от ваших таких походов в тренажерный зал. Не нужно превращать это в спорт. Для вас это должна быть лечебная физкультура, для вас это должно быть физическая культура. Понимаете? Надеюсь, что понимаете. Спорт, или когда вы работаете на результат, это никогда не имеет ничего общего со здоровьем. Даже с его сохранением мы не будем сейчас говорить об улучшении здоровья. Поэтому, друзья, я призываю, прежде чем заняться тем или иным видом спорта, прежде чем заняться той или иной физической нагрузкой, ведь это ваше здоровье. Его, как говорится, не купишь. Мы можем с вами только его улучшать, сохранять хотя бы. И, кстати, для девочек с точки зрения сохранения красоты и фигуры, нет ничего лучше, чем работы именно со штангой и гантелями. С доступными, с адекватными силовыми нагрузками. Об этом тоже нужно всегда помнить. И тогда вы будете и здоровы, и красивы, и привлекательны, и, самое главное, счастливы. Ведь какой бы вы ни были, красивой или некрасивой, все определяет, насколько мы с вами счастливы в тот или иной момент жизни. О счастье, друзья, мы с вами не раз уже говорили, это внутренняя составляющая наша, психологическая, которая не должна зависеть никогда у вас от того или иного события, которое случается в вашей жизни. Друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Если согласны со всем тем, что я сегодня говорил, ставьте лайк. Если не согласны, пишите, с чем не согласны, ставьте дизлайк. И обязательно давайте рассуждать, давайте мыслить, развиваться вместе. Я еще не сказал единственное про выносливость. Вы знаете, я всю жизнь в спорте, да, именно в спорте, учился в спецклассе по футболу. И поэтому, как вы понимаете, у нас были тренировки до школы, у нас были тренировки после школы, каждый раз мы бегали. И что вы думаете, у меня повышалась выносливость? Не на грамм. Но когда я уже спустя 20 лет ознакомился с грамотными теориями, с грамотной практикой Виктора Силуянова, узнал, что выносливость это наличие именно митохондрий в наших миофибрилах. Когда я стал увеличивать это количество в своих мышцах, то эти митохондрии энергетические, такие маленькие аккумуляторы, позволили мне за два месяца существенно повысить свою выносливость. Как я это определяю, спросите вы? Если не знаете, я играю еще в хоккей в американской любительской лиге, в двух разных городах, в двух лигах. И являюсь вратарем. Я играю, я не стою в воротах. Целый час как минимум, без прерыва, если игроки меняются. Представьте, я постоянно сажусь, встаю, сажусь, стою, падаю, лево, право, вверх, вниз. Нагрузка колоссальная. Я порой, поначалу, не выдерживал даже 15 минут. Но когда я стал заниматься, и у меня есть об этом отдельный ролик, он очень простой, программа простая. Любой человек за два месяца выведет себя на пик своей выносливости, на которую способен именно ваш организм в данный момент. Так что, друзья, практика, 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 здравый смысл и понимание. И нужно четко разделять знания и понимание. Потому что очень много людей, которые имеют знания, к сожалению, не имеют понимания. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Спасибо, что смотрели. Всем привет, меня зовут Виталий Потеев. Всем подписчикам канала Heavy Metal Show большой респект отдельно Георгию за те видео, которые он выпускает. Я смотрю, что очень прогрессивно и идет большой объем информации, в котором просто можно заблудиться, он может найти все ответы на ваши вопросы. Скажу вот, что у меня появился свой канал, который вы можете тоже найти на ютубе. И у меня уже есть первое видео, которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас. Соходите, подписывайтесь. Меня зовут Виталий Фатеев, я профессионал IPB, занимаюсь бодибилдингом. И что, желаю вам прогресса, новых результатов в спорте.